Главное не участие. Под 300 мальчишек приехали в Новоалтайск со всей Сибири, из Казахстана и Киргизии. За победой! Турнир имени героя СССР Ивана Григорьева проводится уже 46 лет и взять здесь медаль очень престижно. К тому же это считается хорошим знаком. Несколько именитых российских борцов начинали карьеру именно в соревновании в Новоалтайске. Впрочем, у Руслана Наврузова, который в этом году взял единственное золото для Алтая, были и другие причины бороться до последнего. Я просто представляю, что будет, если я проиграю. А что будет? Да накажут сразу. Нельзя проигрывать. Опасно. Этот турнир стал одним из самых массовых. За свою многолетнюю историю собрал больше 260 участников. Фаворитами соревнований стали команды Хакасси, Новосибирской области и Тюмени. В этом году чуть-чуть послабже выступила команда Новоалтайска. Почему? Есть объяснение? Объяснение. Ну, ковер круглый. И всегда побеждает сильнейших. Небольшой спорткомплекс Алтайвагона в эти дни стал похож на муравейник. Шум стих, когда появился Александр Карелин. Показалось, что он пожал руку, сфотографировался, дал автографы на путствие каждому, кто был в зале. Борьба классическая или греко-римская, она ведь учит к чему? У нас очень прикладные навыки. Руки хваталки, ноги топталки. То есть мы можем иметь очень хорошее приложение в бытовых этих историях. Передвигать мебель, например. Копаем хорошо, рубим. Сам Карелин после завершения карьеры борца нашел себя не в сельском хозяйстве, а в политике. Кстати, на турнир Новоалтайск его пригласил коллега-депутат Государственной Думы Александр Прокопьев. Незадолго до турнира директор местной спортшколы Юрий Гудочкин рассказал ему о проблеме. Оставить ее без решения было невозможно. Автобус, на котором вы ездите на соревнования, либо на площадке, на которой вы выступаете или тренируетесь, находится в плохом состоянии. Я попросил меня помочь в этом направлении. Поэтому я обязательно откликнулся на эту просьбу и думаю, что это будет отличный подарок на юбилей спортивной школы Новоалтайска. Новый транспорт подготовят и передадут для США Новоалтайска к августу. Это не дает гарантии, что алтайские борцы начнут чаще побеждать. Зато на турниры смогут ездить с большим комфортом. Маруся Загорска, Павел Лаурнин. Наши новости.